Живая музыка, мастер-классы и новогодняя выставка продажа. В Солнечном состоялась благотворительная ярмарка для жителей курортного района, направленная на помощь неизлечимо больным детям. Впереди нас ждет, наверное, самый долгожданный семейный праздник, когда мы все верим в добро и надеемся на лучшее. Новогоднее чудо ждут и подопечные Санкт-Петербургского хосписа, для которых люди доброго сердца сегодня организовали в нашем районе праздничную ярмарку. Мы традиционно проводим подобные мероприятия. Мы рады любым благим начинаниям и готовы к сотрудничеству. Мы собрали различные мастерские, различные усилительные мероприятия для детей, семейные ярмарку для того, чтобы собрать средства в Санкт-Петербургский детский и взрослый хоспис. Санкт-Петербургский детский и взрослый хоспис является первым в России учреждением, где стали оказывать комплексную поддержку детям и взрослым с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. На сегодняшний день на попечении хосписа находится 350 семей, нуждающихся в постоянной медицинской, психологической, социальной и духовной помощи. Специалисты и волонтеры, конечно, стараются максимально окружить заботой и вниманием своих подопечных. Вот и сегодня у нас в Солнечном все желающие смогли внести свой вклад в это доброе начинание. В курортном районе у нас тоже есть подопечные, которые здесь живут, и мы также приезжаем к ним на дом. Ребятам мы стараемся дать то, что им хочется, а хочется им совершенно разное. И на воздушном шаре полетать, и просто порисовать. И, к сожалению, для этого всегда нужны тоже средства, и поэтому любая помощь для нас очень важна. У нас есть большая потребность в автоволонтерах, потому что каждый день мы поздравляем ребят с днем рождения, и они ждут этого невероятного. И чтобы доставить этот торт, нужен человек, без этого никак, поэтому очень много волонтеров нам нужны. Если у вас есть автомобиль, то присоединяйтесь обязательно. Артисты, музыканты, если вы что-то умеете делать, не знаю, петь, танцевать, проводить мастер-классы, или вы просто хотите прийти и помыть стационар, или убраться у нас во дворе, все что угодно, все, что вам нравится, можно у нас осуществлять. Наполнить жизнью будни детей с нелегкой судьбой и стать волонтером детского хосписа может каждый. Здесь всегда нужны заботливые руки неравнодушных людей и предметы первой необходимости, список которых вы можете узнать в группе ВКонтакте «Детский хоспис» и по номеру телефона, который сейчас вы видите на экране. В сегодняшней благотворительной выставке присутствует достаточно большое количество мастеров нашего прекрасного города, и в первую очередь курортного района. Если обратить внимание на задний фон, большое количество работ, в частности, картины, открытки – это художницы, проживающие в Сестровецке. Мы благодарим всех наших партнеров за участие в таком прекрасном дне в благотворительной ярмарке. На приглашение организаторов помочь детям откликнулись творческие люди со всех концов Санкт-Петербурга. Сегодня здесь можно было приобрести детскую литературу, послушать живую музыку, пообщаться с редкими животными, выбрать новогодние подарки по вкусу, а также купить картины, украшения, открытки, календари, новогодние поделки и многое другое. Я всю жизнь живу в Солнечном, и когда нас пригласили сюда, в детский сад в курортном районе, в Солнечном, мы, конечно же, согласились, потому что, во-первых, это принести радость детям, а во-вторых, нам сказали, что отчисления от продажи этих изделий пойдут в благотворительный фонд, который поможет деткам. Нас пригласили на такое прекрасное мероприятие, мы не могли ни прийти, ни поддержать такую замечательную инициативу, ни поддержать авторов и, собственно, да, там благотворительный фестиваль. Я мама двоих детей, которые ходят в Солнечный детский сад с самого открытия. Мы очень рады участвовать в такой инициативе, которую проявил садик, в помощь детям из детского хосписа. Я рассказала детям, зачем мы сюда пришли, и я чувствую огромное тепло и благодарность. Несмотря на то, что до Нового года рукой подать, и многие из нас сейчас заняты подготовкой к празднику, Организаторы и участники сегодняшнего мероприятия постарались сделать всё, чтобы помочь особенным детям почувствовать нашу заботу. Курортный район является не только излюбленным местом отдыха и проведения досуга, но ещё и точкой притяжения людей, неравнодушных к чужой беде. Знаете, что за петушок такой? Посмотрите, какая у него чёрная мордочка. Видите? Это эвклифан ящерица. И она тоже, как все ящерицы, может сбрасывать хвостик.